всем привет с вами канал alex dn pro и сейчас мы поговорим с вами об обновлении и так что же здесь у нас такого добавилось что же обновилась ну начнем пожалуй с обложки как вы уже видели при загрузке изменили обложку ну это не самая яркая картина итак начнем с самого простого первое добавили новостную ленту да согласен очень удобно то есть особенно когда удачный флип да там всякие фонтаны удачи фонтаны желаний вот эти вот открылись но в основном конечно же это реклама доната давайте вкидывайте бабки покупайте всякие самоцветы вот смотрите всякие там награды вам будут сыпаться за это но немножко конечно же еще и добавлено и полезной информации я уже сказал насчет фонтана желаний так как постоянно забываешь его проверить так с фонтаном желаний разобрались теперь давайте посмотрим на нового питомца чудо питомец как нам обещали появится да действительно согласен элитных питомцев скажем так не хватает как вы видите их всего пять в команде продвинутого игрока их уже должно быть 6 6 героев во всяком случае да но нам добавляет опять же золотой рамки то есть уникального питомца указано официальные события и мы можем его получить ну давайте посмотрим что же здесь у него есть за талант как и все уникальные питомцы в шестом уровне он получит плюс 16 к атаки героя кстати в чем разница между уникальным питомцем да и обычным вот обычный вот посмотрите 15 к атаки получают при достижении одиннадцатого уровня вот на помощь даже все да все по моему одиннадцатого до десятого нет вот есть одиннадцатый уровень и 6 здесь сразу плюс 16 но дело в том что вот как вы видели уже дам моих наверно всех вот 5 уровень 5 4 4 12 то есть получить даже 6 уровень уникальному питомцу гораздо сложнее чем тот же одиннадцатый обычному но давайте все-таки не отходить от темы когда герой атакован рудольф снимает два негативных эффекты с ближайших двух союзников снимает негативные эффекты с двух ближайших союзников то есть все эффекты негативные с ней затяжает и восстанавливает здоровье на двести сорок процентов култаун пять секунд пять с половиной ну как по мне так кулдаун реально очень большой согласитесь пять с половиной секунд это можно нанести 11 ударов только от одного героя можно получить 11 ударов а то и больше то есть не очень аппетитный такой этот рудольф я ожидал конечно большего думал будет какой-то там новый супер баф то может усиливать чтобы команду как-то усиливало но такой олень как олень короче олень с питомцем мы разобрались итак давайте теперь посмотрим что же добавилось добавилась новая локация а именно заходим вот сюда в кристалл в этот синий вот такая вот нас карта появилась и вот вы видите да что такое зловещее зеленая даже мерцает у входа и замок каменный давайте нажмем каменный замок нажимаем еще раз и мы попадаем в эту локацию в этой локации у нас такая вот картиночка можно посмотреть ее набор вот таких вот замечательнейших героев из которых вот уникальными до является все кроме лучника до этого девочки стрелка такой слугом что же здесь нам дают давайте с вами разберемся значит есть прокачивать смотрите кристалл который 1722 написано до уровень силы то есть это общий уровень силы всех героев которые здесь есть на этой картинке данном случае паладин у меня полторы тысячи уровень силы остальные герои по чуть-чуть потому как я их не тренировал этот уровень силы зависит от самого героя получается уровень опыта героя уровень умения героя просвещения но и различные вот такие вот всякие плюшки вот всего 40 уровней это дополнительные прокачки нажимаем улучшить и смотрим что же здесь будет то есть если мы первые два уровня первые две звездочки получаем бесплатно то есть просто нажимаем улучшить улучшить то начиная с третьего уровня нас уже просят за это заплатить в данном случае немножко золота и 3000 золотых звездочек хотя как по мне так это необоснованно точность плюс 56 какие уровни здесь есть давайте посмотрим с вами вот нажимаем вот сюда на level в принципе вы могли это видеть в обучении вот сразу добавили 1400 жизни и атака да безусловно стрелку это просто было бы прям за счастье согласитесь когда вы начинаете у вас есть только этот снайпер и добавить ему полторы тысячи жизни это очень очень даже солидно такая прибавочка но уровне здесь относительно героев никак не меняются то есть показатели характеристики они стандартные идут собственно как и в просвещении что же здесь интересно 20 уровень мы получаем плюс один уровень навыка и и сороковый уровень мы тоже получаем плюс один уровню навыка как бы вот это да действительно это такая солидная плюшка вот пока конечно еще не понятно если у вас восьмой уровень уже из восьми получите ли вы девятый или просто будет максимум восьмой но пока как бы еще этот момент не проштудировал у меня нет такой возможности и вот общий уровень силы необходим для того чтобы просвещать ваших героев прокачивать точнее простите дальше в целом тут неплохо жизни можно наварить и атаки на этих прокачах но опять же актуально данные прокачи я думаю станут для кого актуальными для героев для игроков у которых герои уже с эволюциями им некуда тратить ресурсы уже скажем так прокачаны на максимум и это глоток свежего воздуха сложившейся системе и так также есть здесь вот всякие сундучки используется для улучшения судьбы раз и потом уже вариант идет синенький как я полагаю здесь будет локация расширяться но вот как она будет расширяться я честно сказать еще не пойму и нигде этого не нашел то ли она будет расширяться со временем то есть будут выходить какие-то обновления и мы в новых локациях будем видеть новых героев которых можем улучшить или же новые локации будут открываться при заполнении наши картинки то есть при том как мы соберем всех героев согласитесь собрать всех героев не так то и просто особенно если они будут какие-то имбовые такие что выбить их очень тяжело поэтому я думаю что скорее всего будет открываться новая локация при обновлении давайте посмотрим что же у нас здесь сторона зла на стороне зла у нас идет вот такой вот сина скажем так вот смотрите получить ему можно да все улучшили ему атака плюс 40 еще раз улучшаем вот пишет для следующего улучшения необходимый уровень силы 30 до без проблем улучшаем все но дальше уже как собственно и там 3000 золотых монет также уровень силы опять же общий складывается из количества всех этих героев собственно как там все понятно ну допустим того же дракона до согласитесь получить не так-то и просто если остальных там принципе можно еще как-то выбить я согласен это возможно но с драконами не очень как-то поэтому такая вот замануха в данном случае что у нас паладину улучшать да согласитесь он дурачок он просто никакой единственное что у него есть как это количество жизней все но нет никакого супер таланта который бы там уничтожал всю команду или еще кого-нибудь а здесь тот же рыцарь тьмы тоже дурик куда его тягать остальные же герои выбивается очень тяжело и так что же еще в этом обновлении такого есть интересного помимо того что мы рассмотрели уже всех этих питомцев и все такое давайте посмотрим собственно как увидеть где наш прокач вот допустим зайдем героев в наших данном случае любого нажимаем так же нажимаем вот сюда здесь мы видим какие плюшки мы добавлены какие свои есть уроны там жизни все это и какие добавлены вот так же есть бонус судьбы написано вы не разблокировали судьбу этого героя есть разблокированные только паладин и все такое значит смотрите что есть точность уклонения в дополнительные атрибуты которые у него есть точность 165 давайте найдем нашего паладина точность 136 показать меньше и вот здесь открыт открыта кнопка бонус судьбы и так бонус судьбы жизнь добавлена и атака ну что касается паладина так смотрите него 7 звездочка 34 тысячи жизни герой который в начале вот еще скажем так эпохи легендарных героев только все это начиналось был одним из самых вообще живущих героев сейчас же как бы это далеко не самый лучший герой да я не спорю вас если сравнивать с рыцарем смотрите восьмая звездочка 146 уровень 21 тысяча жизни и паладин 34 седьмой звездочке 134 уровень 34 тысячи да согласен прям скачок такой был солидный но во первых у паладина урон сразу видно что поменьше в два раза и скорость атаки просто нулячая тот же капитан дрейк 63 тысячи и урон конкретный ну есть смысл кого качать паладина или дрейка дрейк танковать будет не хуже чем паладин плюс у дрейка будет еще и уникальная способность в виде пушечного выстрела пушечный залп с паладину до такого еще жить и жить что касается самих жизней так тут все и так понятно так ну и давайте посмотрим все-таки главную замануху этого обновления а именно новые костюмы новые облики простите и новый герой итак нажимаем нанять за осколки и смотрим облики что же нам здесь подсунули или быть может нас здесь ожидает нечто невероятное ну нажмем к примеру князь тыква облики князь тыква стал просто невероятно крут плюс 50 тысяч и уклонение плюс 650 ну согласитесь такого еще не было также и с душегубом плюс 50 тысяч кредит удар плюс 120 к примеру взять других другие облики простите смотрите атака плюс 400 жизни плюс 10 тысяч плюс 10 тысяч плюс 400 плюс 400 ну собственно вот так вот оно везде идет плюс 400 плюс 120 кому-то и то и то дали плюс 10000 то есть два новых облика просто поражают своими показателями еще бы князь тыква стал опять же востребованным героем с таким-то уклонением и с таким-то уродом с таким количеством жизни он становится солидным танком также душегуб действительно попробую его убить когда у него еще и крит удар возрос в разы да насчет кстати князя тыквы если с душегубом все понятно он как бы еще и стреляет на всю карту снижает энергию то с князем тыквы этот вопрос стоит очень-очень остро к примеру давайте посмотрим наши именно не облики а именно все легендарные пусть будут так легендарные князь тыква находим его и смотрим что у него с параметрами в частности нас интересуют сейчас жизни и уклонения да да что ж мы так долго его ищем-то такой прям чудо востребованный герой итак в двухсотом уровне 29 тысяч жизни но как по мне так это очень-очень мало при уроне у некоторых героев 30 тысяч без проблем которые лупят вообще даже не заикаясь то 29 тысяч это очень-очень мало те же остальные герои 46 39 это не те 56 вот 70 70 тысяч 80 это в принципе как бы наша норма так сказать поэтому я бы сказал бы что этот облик добавит немножко баланса в игру для наших героев кстати паладина взяли почти 50 тысяч действительно фигня фигней так кто тут еще у нас есть сейчас может попадем 37 тот же душу тоже не очень поэтому ему это просто как глоток свежего воздуха даже в целом очень-очень хорошо будет теперь давайте посмотрим на нашу изюминку этого обновления а именно на нашего бигфута к сожалению пока я еще не выбивал его поэтому показать действия пока еще не могу вам а вот почитать и подумать мы с вами всегда сумеем 90 тысяч жизни пожалуй один из самых живучих героев 5000 урона пожалуй один из самых мощных уронщиков что же касается скорости атаки так 900 миллисекунд задержка это чуть выше средней то есть в принципе хорошо и 340 скорость скорость средняя но само умение крушение ледников в течение 5 секунд наносит общий урон равный 510% от атаки ближайшим вражеским целям то есть он бьет вокруг себя так скажем то есть он не бьет на большое расстояние но как танк и уронщик он просто становится каким-то сказочным героем и это не все вы попробуете его еще завалить давайте прокрутим на максимум 10 уровень 2000 урона вообще и замораживает еще почти на секунду в течение 5 секунд начинает исполнять такое представляете вот также герой получает иммунитет к оглушению и страху на 5 секунд вот кулдаун данной способности 7,5 секунд то есть 2,5 секунды эта способность неактивна потом опять включается но самая фишка заключается в том что когда герой атакован он восстанавливает себе здоровье равное 200 равное 200% от атаки то есть в данном случае у нас чистый урон для 200 уровня 5000 то есть смотрите это кстати этот параметр 200% он не увеличивается это его как бы встроенный параметр который с ним на протяжении всех улучшений навыка так и остается то есть 10 тысяч жизни он будет восстанавливать вот кулдаун 0,2 секунды то есть в принципе если вы будете его бить сразу всей командой то может этот кулдаун как-то еще и будет срабатывать а так буквально его только один раз ударил он сразу же восстановился 5000 плюс просвещение плюс всякие накрутки плюс новые вот эти вот из новой локации вот эти добавленные улучшения плюс руны там что еще у него там одежка дополнительная вот это вот тоже ему добавляется все-все-все-все-все да его вообще нереально будет уничтожить ну да кто-то скажет реально все получится да конечно же получится потому как есть такие герои которые мочат там и по 100 тысяч то есть да в таком случае его будет реально замесить но согласитесь это как по мне так прям перебор разрабы уже просто не знают как сделать такого героя чтобы прям один всю команду выносил обликов как вы видите у него нет то есть облик стандартный быть может потом что-нибудь и накинут что же касается биографии так большой помощник Санта Клауса Санта поручил ему распространять рождественское настроение пока сам он ищет свою упряжку ну еще бы такой елочкой по башке распространять настроение кому не понравится спустя два года Бигфут решил вернуться домой он совсем не ожидал что прекрасная фея растопит его сердце ну какой фее идет речь непонятно вот такой вот наш Бигфут становится после эволюции согласитесь такой сразу грозный становится да какие-то то ли шипы то ли рога какие-то вырастают у него и огромнейший кристалл наподобие Мефистофеля из Диабло 3 прям наворотили так наворотили ну и елочка стала конечно же посолиднее сам Бигфут посолиднее и елочку ему надо накинуть посерьезнее так ну собственно все Бигфута пока я еще в деле не видел вот вам точно сейчас ничего не могу сказать но судя по навыкам это один из каких-то терминаторов просто просто рвач на рваче ну пока на этом все что ж если тебе понравилось это видео и информация этого видео стала полезна подписывайся на наш канал жди новых видео ставь лайки пиши в комментариях что бы тебе хотелось увидеть пиши так же что тебе понравилось что не понравилось вот и собственно на этом все пока-пока пока Продолжение следует...